добрый день дорогие друзья александр белов чудовищный обман эволюции обезьяна не слезла с дерева на него забралась 22 февраля 21 но почему она забралась да потому что вот у нас человеческая стопа дорогие друзья так вот человеческую стопу как говорится сделать из вот такой обезьянной стопы гориллы это вот стопа горилла практически невозможно но понятное дело что не горилла предок человека по теории эволюции но тем не менее некая ископаемая обезьяна похоже на нее тип ардипитек рамидус которая жила четыре с половиной миллиона лет назад в африке в африке мы знаем тепло и там жили обезьяны так вот смотрим на эту стопу обезьяне и видим в ней признаки вторичные признаки изменения к древолазанию ну например вот медиальная кленовидная кость она вот винтом скручена у нас здесь и показывает своим s-образным суставом что это было вторичное изменение то есть скрученность этого сустава и приспособление к древолазанию то есть большой палец стопы вместе с первой плюсневой кости отвелся как бы вторично и это позволило обезьянам так сказать хватать уже ветки деревьев и сучья на которые ли стволы деревьев на которые не залезали ну также есть таранная косточка вот она у нас здесь она прямая у человека как и пяточная кость а обезьяна таранная кость съехала на бок в общем был возникла косолапия такое ну и конечно пяточная кость лежит на боку это тоже признак вторичности ну и сама стопа раздавлена раздавлена расплющена все эти подъемы перечные продольные ушли в прошлое так вот дорогие друзья из ископаемые обезьяны от ее стопы конечно нельзя вывести стопу человека никаким образом то есть принципе невозможно то есть обезьяна даже слев с дерева как говорится как говорят эволюционисты даже пусть это какая-то мартышка или не мартышка или павиан в общем хотя они так не говорят в общем переделать который ходит в общем-то на четырех конечностях по субстрату переделать стопу обезьяны в обезьяне стопу вернее в стопу человека невозможно в общем не прав был энгельс который говорил о труде о том что обезьяна в общем-то освободила передние конечности стала трудиться распрямилась ну и не прав был конечно дарвинс его семиальной теории эволюции которая в общем-то считал что обезьяны слезли с деревьев и превратились в людей так вот что любопытно уже четыре года прошло как найдено вернее так сказать опубликовано исследование в одном из научных журналов что на острове крит 2002 в 2005 году были обнаружены следы человека всего их было обнаружено 58 то есть 29 пар в общем люди шли как говорится двумя ногами не одной прыгали двумя и что любопытно приведенный большой палец как у человека здесь мы видим на этих так сказать следах и возраст конечно запредельные 5 и 7 миллиона лет и вот эти следы и в общем-то их лазерные всякие сканы по мнению ученых отпечатки ног очень похожи на форму человеческой стопы в общем вот и вот и вот и вот раз два три мы видим приведенный большой палец нет ни намека не малейшего намека на отведенный возрано отведенный большой палец как это у стопы горилла мы с вами наблюдаем или у другой обезьяны ископаемый тимбар депетека рамидус который жила четыре с половиной миллиона лет назад это осадочные породы в которых были обнаружены эти следы и возраст датируется по этим осадочным породам по раковинам которые в них сохранились мелким раковинам и фактически в общем анализ раковин одноклеточных организмов форуминифер в общем-то он как раз определил этот возраст их обнаружили на расположенных чуть выше и чуть ниже эти слоя осадочные ну и конечно в западной части острова крит имеет отчетливое исходство пишут человеческими стопами хотя и противоречит революции окаменевшие следы что любопытно эти человеческие на 1 миллион 300 тысяч лет раньше появились на станке ардипетека рамидуса но эволюционистка считает что ардипетеки которые жили вот например рамидус четыре с половиной миллиона лет были предками людей однако человеческих следов вот которые были раньше на в общем их отделяет полтора но не полтора миллиона 1 и 3 то есть миллион и 300 тысяч лет за это время можно не только в обезьяну превратиться но еще как говорится и в разное чего в общем-то разных так сказать позвоночных как бы прямая сан кардипетека рамидуса изгиба позвоночника почти человеческий таз и прямые ноги указывают на то что предки ардипетеков были прямоходящие люди откуда такие ножки при такой как говорится стопе хватательной на такой стопе хватательной долго не проходишь это понятно и прямые ноги и таз и поясница видите как не как у болеены но тем не менее лордоз кифоз в общем сдерживают они так сказать потолочки при прямохождении все это так сказать рудименты оставшиеся от морфологии человека ну и понятно что ардипетек рамидус сравнительно недавно освоил древолазание и в общем-то признаки человеческой морфологии у него сохранились ну в общем-то о чем-то говорит ардипетеки произошли от бывших людей и в общем-то не так давно от того когда эти ардипетеки найдены были то есть никакой эволюции а была инволюция прямоходящего существа ну и понятно что прямые ноги таз изгиба позвоночника были вы и в общем у наследовано двуногого существа почему да потому что это все не могло сформироваться в четвероногом состоянии ходить прямо ардипетек долго не мог в прямом состоянии вот таком вот из-за своей хватательной стопы ну вот опять-таки хватательной стопа ардипетека здесь мы видим превращение человека в обезьяну в общем-то понимаете как говорится способность мыслить и рациональная утрата в общем-то вследствие этого и речь угнетается можно одичать превратиться взобраться на деревья в поисках пищи укрытия спасения и от частого древолаза небольшой палец кисти станет маленьким это на кисти а стопа получи способных хватать деревья ветви и ноги станут короткими руки длинными по земле передвигаться древесный человек будет уже в основном на четвереньках ну и понятное дело что переходная кисть от обезьяных человек у австралопитеков уже не обнаружено а такую переходную кисть конечно в общем-то желательно было бы найти потому что две большие разницы вот прямая человеческая стопа и хватательная стопа обезьяны думали гадали долго так сказать редели австралопитеки вернее не австралопитеки а эволюционисты в общем-то они надеялись что австралопитеков будет полу хватает на стопа то есть со всеми так сказать в общем-то рудиментами жанра на самом деле как раз и нет переходная кисть от обезьяны человеку австралопитека вроде бы есть а вот стопы нет о чем это говорит у них человеческая стопа практически с приведенным большим пальцем вот как здесь как у человека но в принципе с некоторыми особенностями анатомически это говорит о том что было инволюция а не эволюция в общем а энгельс называл четверорукими обезьяна он говорил что это так сказать четверорукие слезли с деревьев но такое было употребление термин употреблялся четвероруки то есть даже они не различали в чем отличаются стопа от кисти хотя дорогие друзья мы с вами можем вполне себе понять что есть пятка есть сторонная кость есть предплюс на кости предплюсны своды стопы и в общем-то все это гораздо отличается от кисти видимо дарвина вернее дарвин конечно в общем он говорил о том что собственно четвероруке они как раз и слезли в общем-то и превратились на самом деле мы здесь видим что ордопитакарамидос имеет хватательную стопу а в стволу петеки человеческую с приведенным большим пальцем хабилис имеет человеческую ну и человека в общем о чем это говорит о том что в разное время трансформация кисти и стопы бывшего человека обезьяне от древесного образа жизни в общем-то изменялась в общем второй пятый палец удлиняются на кисти а большой палец уменьшается и не противопоставляется потому что мелкая моторика рук уже не нужна таким вот древолазующим существам на стопе и на как бы характеристика большой палец стопы для удобства хватания за ветви вместе с первой плюсневой косточкой вот это первая плюсневая косточка противопоставляется и превращается в обезьянью стопу клешню и в целом стопа вся удлиняется вот такая трансформация происходит ну и вот здесь мы видим скелет стопы трехлетней девочки австралопитека дикий к в общем-то из эфиопии возрастом 33 миллиона лет фактически она тоже имеет человеческую форму ну и какой а вот здесь и на леди гомона леди который жил уже к австралопитекам не имела отношения никакого жил где-то в диапазоне 200 300 миллионов лет 350 и в общем-то в принципе имел человеческую стопу кисть уже изуродованную отчасти кисть древолазанием с кремыми фалангами и с в общем-то с признаками древолазания вывод прямоходящие бывшие люди в разное время многократно осваивали древолазание сначала изменяется кисти стопы а кости стоп это уже консервативный признак хватательная стопа отведенный в сторону большой палец появляется в последнюю очередь при полном переходе к древолазанию вот такая вот история но и вот здесь это подтверждает в общем-то морфологии кисти и морфологии стопы гомона леди который жил 236-335 тысяч лет назад уточнение на стопе все как у людей продольные поперечные свод и приведенный палец как у людей на леди то есть фактически мы имеем дело с приспособленцами которые в разное время в общем-то забирались на деревья и в общем-то вот смотрите пальцы кисти указательные по мизине с длинной изогнутой сильнее чем у большинства австралопитеков то есть совсем недавно живший на леди он указывает в общем-то на отличные способности к древолазанию кисти но не в стопе это говорит о том что как раз бывшие люди приспосабливались к древолазанию начиная с рук наиболее архаичной частью нижней конечности являются ступни для которых характерно короткие большие пальцы отсутствие выраженного продольного свода это уже характеристика гомона вернее так сказать хомофлоренсис то есть флоресского человека кости запястья напоминают о логичные кости с человекообразных обезьян и в общем-то австралопитек в человека умелого это тоже говорит о том что на этом острове флорес возраст 13-95 тысяч лет назад совсем недавно была деградация и человек приспосабливался во-первых уменьшился рост очень сильно до метра мозги скоротились до 380 кубических сантиметров меньше чем у человека образная обезьяна например горилла современной и в общем-то флоресский человек пытался забраться на дерево но тем не менее кости стопы у него сохранились в целом как у людей в целом ну и отпечатки прямоходящих гоминидов живших в принципе в диапазоне 3 3 6 миллиона лет лайтоли танзании большой палец тоже был примкнут в ступе то есть был приведенный как у человека в общем австралопитеки не в общем-то не дали никаких шансов эволюционистам они показали что ножки они свои унаследовали от человека ну это вот вот цепочка на вулканическом пепле оставшиеся в лайтоле в танзании в общем она окаменела в семьдесят восьмом году ее в 1978 обнаружила мария лики и в общем-то ее законсервировали эту цепочку и так далее но вот следы австралопитеков и ректусов говорят о том же что консервативный признак человеческий стопа она сохраняется самых разных так сказать особей австралопитеков и ректусов которые жили в разное время но и вот австралопитек седеба тоже имеет приведенный большой палец стопы но уже у него конечно косолапс появляется некоторая отличительная особенность характерная для древолазающих форм жил он около 1 и 8 миллиона лет назад южной африке однако большой палец стопы все еще приведен вместе с остальными пальцами то есть древолазание несмотря на длинные руки искривленные ключицы измененные так сказать характер морфологии плечевого пояса в общем-то на леди вернее седеба в общем-то на деревья не в полной мере еще освоил древолазание таким образом возникает множественность появления людей на планете очевидно их остатки не сохраняются в ископаемом состоянии по причине деструкции осадочных пород и при малочисленности популяции краткоживущих популяциях людей и фактически удаленности от зоны осадка накопления и они являются и предками горилла шимпанзе и австралопитеков африканских и прочих разных и хобилисов а также ректусов человека то есть в разное время человек появлялся на нашей планете этапы превращения человекообразную обезьяну сокращение головного мозга грудная клетка в виде колокола кисть древолазающего существа хватательная стопа уменьшение большой палец уменьшенный большой палец кисти удлиненный таз укороченные ноги таким образом став на четвереньки вытягиваются еще челюсть увеличенные колыки но это для сдерживания внутригрупповой агрессии у шимпанзе вытягивается таз и походка на двух ногах становится неуверенной в развалочку поэтому австралопитек афарский афаренсис с прямыми ножками и с голеностопом не кривыми коленками как у шимпанзе таким образом все показывает на вот такой вот путь от человека прямоходящего горилле и шимпанзе превращение бывшего человека в человекообразную обезьяну связано с утратой ума и приспособлением древолазанию у них появляется хватательная стопа но это вот стопа уже как раз горилла как раз она к месту здесь будет и облегчает она карабканье по деревьям в результате нарушается прямая человеческая осанка и способность длительному прямохождению ну а древолазание руки удлиняются и ноги укорачиваются от человекообразных обезьян появляется кривоногость косолапость при ходьбе по земле они используют руки как костыли опираясь на костяшки пальцев вот здесь мы видим ну челюсти вытягиваются как у шимпанзе ну и еще промежуточный вывод был иной процесс противоположной эволюции инволюции то есть деградация быстрота с которой человеческая стопа превратилась в стопу обезьян позволяет позволяет нам говорить о скорости инволюции она очень высокая по меркам геологического времени и проходила многократно и понятное дело еще раз повторить или делать вот такую человеческую стопу в стопу раздавленную стопу гориллы расплюнуть а вот наоборот или там стопор депитека аналогичным образом так сказать может быть и не так раздавленной более жесткую но тем не менее с отведенным очень сильно отведенным большим пальцем невозможно поэтому революционисты блефуют и тем более мы говорили о следах которые были обнаружены гораздо раньше чем ордипитек человеческих следах помимо прочего предки обезьян приобрели способность древолазанию и это было выразилось в морфологических отличиях их организма от организма человека но здесь ордипитека вернее ориопитеки жили они в италии и фактически вы видите какая отведенная первые плюсневые кости она под очень большим углом не то что как у гориллы в общем вот по раздавал сильным а вот для сравнения отведенная плюсневая кость шимпанзе на вот но как ни странно у ориопитеков пяточная кость она не лежит на боку как у шимпанзе горилла в общем-то стоит более-менее прямо что приближает их у этих ориопитеков которые жили 9 миллионов лет назад в италии в таскане так скажем и в других местах на в общем так стопе человека таким образом в общем-то прямой стопе и пяточного выраженных всякие так сказать морфологии пяточные бугор и прочее разное и здесь мы видим что разные обезьяны независимым образом приобретали хватаетную стопу в совершенно разное время и большой палец он тоже сокращался на стопе значительно отводился в сторону совершенно по-разному разных видах обезьян живших и в азии и в америке и других местах но вот еще надо отметить что метатарзальная связка которая объединяет в общем головки плюсневых костей запрещает отводиться в сторону на большому пальцу человека но еще как раз запрещает в общем то вот этот прямой сустав человеческий которые собственно связывает медиальную кленовидную кости первую плюсневую кость он прямой он запрещает отводить этот палец и конечно такой сустав очень можно легко согнуть и переделать сообразный сустав как у гориллы вот свернув его и превратить в общем-то на стопу в хватательный орган вот что не скажешь о обратном процессе но вот уриопитека живший в тоскане солнечные кисти рук напротив приближались к человеческому типу при желании они могли совершить точные движения пальцами например клюку собирать на болоте или какие-то ягоды и способностью конечно не обладают точечному захвату вот как это делает уриопитек есть на картинке современные чувакообразные обезьяны они были прямоходящие в общем-то имели небольшое лицо своеобразной конечности стопа риопитек отдаленно напоминаем даже птичьи лапу о чем уже было сказано большой палец стопы был противопоставлен к остальным углом более 90 градусов ну вот ориопитеки как их реконструируют прямоходящие но вернее прямо стоящие это не значит что они прямоходящие как люди потому что долго ходить наверняка они не могли и прямые человеческие ножки прямой человеческий стаз и изгибы позвоночника они сохранились у них вторично от бывшего человека поэтому надо понимать что сначала изменяется стопа а морфология конечности коленки бедра и так сказать все остальное таз и в общем-то позвоночник это все более консервативно она изменяется потом вот поясничный лордоз поясница найдена вот у этого ориопитека который жил 9 миллионов точечный захват кисти прямые ноги в общем когда его нашли журналист писали об угольном человеке который был обнаружен кстати 50 около 50 находок обнаружено в тоскане там в общем-то особенность осадка накопления такова что сохраняется хорошо на более менее хорошо сохраняются остатки этих животных ну я имею ввиду репитек вот не так давно в общем-то из баварии пришла новость вернее так сказать ряд европейских палеонтологов палеонтропологов вот например манлин беме она в общем-то сообщила что в общем на обнаружен примат который жил 12 около 12 миллионов лет назад 11 6 миллионов окаменевшие остатки дану в уса в общем позволяет заключить вывод о том что этот вид приматов передвигался на прямых ногах но опять-таки прямые ноги условно наверняка была вот такая хватательная стопа в общем-то ноги прямые вот она держит вот здесь у нас прямую ножную кость как говорится вот человеческую как говорится вот и и бедра и фактически эти бедра и в общем-то малая берцовая и большая берцовая кости они напоминали о том что в общем-то скорее всего действительно было прямостояние у этих существ и унаследовали скорее всего они это от человек конечно биома об этом не говорит но вот на реконструкции здесь в общем-то показано что этот вот так сказать новоиспеченный так сказать кандидат предки человека из баварии он хватается своей стопой за ветку то есть у него сохранилась хватательность топа аналогичные горилле вот но его то что у меня от него еще обнаружена часть зубов вместе с осколками челюстей позвонки и конечно ли руки конечности к не кости конечностей ну и сами вот конечности руки до жалко что стопы конечно меньше степени представлены помнится в советское время в сухумском обезьянном заповеднике ученые проводили такой опыт они в общем-то наделили кстати говоря в общем-то мартышек специальные муфты и в общем они напоминали смирительные рубашки для умалишенных надевать их заставляли в общем-то вернее заставили вернее надели им это насильное чтобы они ходили опираясь в общем-то не опираясь на руки а только на ноги в общем в чем причина этой затеи была в сухумском обезьянном заповеднике в том чтобы показать как человек распрямлялся в процессе исторического прошлого вернее предки человека и в общем-то научился ходить прямо исследователи вероятно надеялись что мартышки будут как и люди в общем-то прямоходящие постепенно и в общем из них вы вырастет некое так сказать переходное звено что его можно вырастить искусственно ну и в общем-то эксперимент после нескольких месяцев упорного труда с надеванием на мартышек смирительных рубашек пришлось перервать почему в общем никто из них не превратился в двуногих у них развился страшнейший стресс опасный для жизни эксперимент пришлось прервать таким образом мартышки бывшие люди вставшие на четвереньки в общем-то вторично и они не хотят уже не хотят дорогие друзья вставать на две ноги потому что помнят это прошлое свое двуногое в общем не хотят к нему возвращаться никаким образом ну и волею судеб разумный человек оказавшись на нашей планете около 33 миллионов лет стал катастрофически терять разума речь совсем в другое время ну и превращаться например в ископаемых узконосых обезьян например египтопитека вследствие этого перешел ну в старом свете они обитали перешел дикому существованию в природных условиях и вероятно большую часть людей погибло другая значительно меньшая часть бывших людей стала приспосабливаться к животному существованию образовав новые виды позвоночных в том числе и древолазателей хороших обезьян узконосых ископаемых обезьян и которые в общем-то является египтопитек и вот возраст очень любопытно 33 но около 30 миллионов лет то есть это ранее олигоцен и примерно в это же время в америке появляется уже широконосые обезьян и узконосые в общем их остатки ископаемые тоже находят это говорит о радиации людей что они расселились по свету достаточно уверены и широко и в старом свете они были и в новый свет перебрались видимо на плавсредствах и в общем то разные вымершие антильские обезьяны и грунки и цепкохвостовые ночные обезьяны и паукообразные и саковые они происходят от древних людей и вот сама радиация достаточно быстрая была дивергенция от предковых форм и они очень по ряду признаков сближаются это говорит о том что инволюция этих обезьян она была взрывообразным образом и в общем это очень даже интересно потому что и в старом и новом свете в одно и то же время появляются обезьяны морфологически отличные друг от друга лемуры адаписы в общем-то произошли от бывших людей совсем другое время и жили они в палеозоем вероятно эти люди около 60 65 миллионов лет назад остатки палеоценовой фауны сохранились например на острове мадагаскар живой в общем а настоящий до нашего времени в общем-то чуть не дожили несколько может быть столетий гигантские лемуры они были истреблены несколько веков пиратами которые из них котлеты что ли готовили жарили на кострах в общем это огромные достаточно большие в общем-то лемуры некоторые из них в общем-то такие по были похожи на ленивцев некоторые в общем-то нагорел отчасти архиэндре и так далее в общем ну и в общем-то а более ранние остатки вот возраст этих субфассильных или муров вот полуископаемое состояние составляет 26 тысяч пятьсот шестьдесят лет последние вот как раз когда или появляются там европейцы и другие на мадагаскаре и вот более ранние остатки и муров он даст вам конечно уничтожены эрозии не сохранились от не значит их не было ну и вот те кто живут дана не до нашего времени дожили гигантская руконожка не дожила дожил ее в общем-то малый собрат обычная руконожка ай-яй-яй ну и долгопятые они тоже примерно в это время появляются в кайнозой около 60 миллионов лет назад но вернее их ископаемые предки сегодня сохранились в общем-то на островах юго-восточной азии прыгают с дерева на дерево ведут мощный образ жизни умеют строить гримассы питаются животной пищей очень даже милые создания напоминают нам о том в кому могут превратиться люди ну и в общем-то потомки людей пришельцев появившись на планете около 66 миллионов лет назад ставшие причиной вымирания динозавров и других животных имеется в виду люди через несколько миллионов лет сами уже превратились палеоценовых животных некоторые из них освоили древесный образ жизни вот например плезиодаписы внешне они напоминают неких грузунов таких своеобразных белок имели увеличенные лесцы хорошо прыгали с ветки на вот и освоили древесный образ жизни и в общем прекрасно себя чувствовали ну и какой вывод общий вывод мы делаем обезьяны бывшие люди испоршившие свою осанку и морфологию древолазанием не верьте эволюционистом посылайте их в общем-то к их эволюционному богу дарвину в общем пусть молится